Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй. Ну что, ребята, продолжаем играть свитые картошки в космосе. Как вы помните, мы остановились на боссе, который меня убил, конечно же, Хемминген. Так вот, я решил ему отомстить. Давайте посмотрим, что у меня из этого получится. Так, Фэй, мы должны разбить клетку и спасти этих кошечек. А этот придурок, как обычно, нам не даст это сделать. Ну что ж, давайте попробуем. Так, мы сделали Авимарию, суперудар, который, честно говоря, ничего толком не сделал. Ну, давайте... Блин, у нас и заряда-то мало. Все не сломаешь, укрепиться. Он будет сейчас укрепляться. Ну ладно. Попробуем, кстати, ради разбить. Играя в прошлый раз, я так и не понял смысл этого босса, как его бить. Но в ящике, насколько я понял, бить бесполезно. Даются там сколько-то ходов. Потом он начинает трансформироваться в боевой корабль. В принципе, как он меня и убил. А сейчас я не знаю, что делать. У нас выбора нету, как стрелять только по ящикам при этом. Ну вот, один, девятнадцать. Жизни осталось. Давайте его добьем. А там глянем, что будет. Так, все, не сломаешь. Ну, это понятно, что я не сломаю все. У меня все равно выбора нету. Только бить ящики. Так, все, он трансформировался. Передача ноги завершена. И он превращается в боевой корабль. Вот уже он с оружием. Эх, ребята. Давайте будем бить его суперударами. Агенарея! Я не понял, что произошло-то. Немного яда и дело в шляпе. Атака аспекта. Так, он нам понизил атаку. Ух, ты еще и стрелил, да? Ладушки. Делаем защиту на пушку. Вот так вот. И... И суперударом добиваем. По крайней мере, это единственный, который доносит урон по всему. Электрошок. Так, что он нас... Он нас обидвижил. Ну, благо, не такой уж максимальный урон. Давайте еще раз суперудар. Так, по 120, по 140. В принципе, корпус уже 520 у него. И если мы дотянем, то будет хорошо. Будем так же продолжать долбить суперударом. Так, у него от корпуса осталось 280 жизней. Ребята, у нас есть все шансы его убить. Брэмбой. Так, он мне понизил защиту, понизил. И... Атакует меня в корпус. У меня 509. Ну что ж, кто кого, как говорится, да? Кто кого перестреляет. Ребята, 20 хп у него осталось от корпуса. Если я сейчас выживаю... Ну, конечно... А я выживаю. Ребят, я выживаю. Правда, у меня орудия нету. Ну, я думаю, что это удар будет для кучи. Есть. Есть. Мы его подбили. Ну что, Хэмминг. Да выделывался. Не хотел отдавать ката нам по-хорошему. Получи по-плохому. И ничего хорошего мы не получили, кроме 5000. Так. Ну, что мы делаем далее? Ох, придется помочь космокоту. Пора. Показать этому гному, где раки зимует. Фу. Я все расскажу доктору. Фэй, ты нашла космокота. Он ранен? Провожу сканирование. Никуда не денется. Наверное, ушел в прыжок. Пока мы припирались с этим идиотом. Стоп. Что за звук? Кажется, наносит из двигательного отсека. Там не безбилетник из затмения? Эти придурки никогда не могут выйти вовремя. Пошли. Долго же мы идем, однако. Эгей, кто там? Выходи. Неиспитываемое терпение. Насчет... Ня-ня. Это еще что такое? Ты что делаешь с двигателем отсеке, кот? Ой, не царапай себя, плохой кот. Кажется, гипердвигатель впитывает вещество, которое было на космокоте. Возможно, этому веществу нужен проводник для активации. И оно каким-то образом пристало к космокоту. Или кто-то специально это сделал. Так или иначе, двигатель впитал вещество до последней капли. Похоже, котик отпрыгал свое. Мда, обидно. Может мы... Нет, даже и не думай. Но не можем бросить эту киску совсем одну. Эти недоклубни из затмения непримерно поймают ее. И давно ты так стал называть этого кота? Киска. Нечего сюсюкаться. Вокруг какой-то киски гр... Кота, я хотел сказать. Кота. Они вскроют ее и будут ставить на ней опыты. Это недопустимо. Теперь мы за нее в ответе. Ня-ня-ня. И как мы ее назовем? А назовем мы ее, ребята, ну уж точно не Пушини. А как же ее назвать-то? Я даже не знаю, если честно. Стардуст. Нет. Я даже... Репликан, может быть. Репликан. Ну, репликан так репликан. Ты не знаешь, во что впутываешься, киска. Идем, репликан. Благодаря тебя гипердвигатель будет работать. Ня-ня. Есть мысль, куда двинуться дальше. Ня-ня. Просто начнем гипердвигатель. Посмотрим, куда попадем. Готовы спорить, что этот Хемминг не единственная громила из затмения, которую сюда отправили. Мы готовы, репликан. Ня-ня. Клубень его разбери. Вот это киска. Так, ну что, ребята. Самое время убираться отсюда. Как я прочитал в задании. Так. Что, будем делать перелет или... А, у нас нет орудия. Давайте. Попридрон. Блин, ну это название, а? Поставим. И также поставим, кто будет у нас управлять. Что это у нас такое? Даже непонятно, что это за веторудие. Но поставим вот эту вот барышню. Так. Готово, готово. Выходим отсюда. Так, отсек изобретений. Что тут можно изобрести? Я думаю, может быть, про... Ой, ё-моё, такие циники. Я даже не знаю, сколько сейчас тратится на это все. Ну, на 7200. Так, снижение затратного перемещения. Нет, мы, наверное, ничего не будем тратить. А здесь у нас что? А, здесь мы изобретаем оружие. Точно вспомнил я. Попридрон. Блин, ну, название. Фау. Горохомет. И что тут? Бомбина. Горохомет и бомбина. Да, скуденький у нас, конечно, выбор оружия. Тем более, все практически первого уровня. Ну, кроме Шандараха и Попридрона. И, к тому же, даже неизвестно... А, нет, все понятно. У нас ресурсы же наверху показаны. Так, сокровищ нет. Улучшение. Улучшение мостика. А почему оно не улучшается? ЗД корпуса 1000. А, накопитель заряда уровень 1. Улучшение крафта. Это в данный момент что у нас есть, я так понимаю. Жилье. Максимальная численность экипажа 4. Да, походу дело это то, что у нас сейчас есть на корабле. Просто, если честно, пока еще совсем слабо тут понимаю, что к чему и почему. В игре намудрено вначале столько. Что мы там проходили обучение, я уже давно все это позабыл. И, можно сказать, я сейчас все изучаю заново. Так, ну что у нас тут? Перелет. Нет, перелет нам пока не надо. А, это пропуск у нас еще, пропуск одного дня. И вообще, куда здесь надо лететь? А, совершите прыжок в другую галактику. Ну, давайте сделаем сюда прыжок. Один соло обойдется. Да господи. Буксир до звезда Токома. Так, один соло спустя. Ну, пошли на планету Гекката. Игра сохранена. И что нам тут дают? Это вообще какой... А, это отсек по оружию был. Так, это мостик. Тут у нас все готово. И тут почему-то барышню сюда нельзя поставить. Так, потому что у нас здесь ничего больше нету. Так, ладно. Экипаж, пилот. Ну, в сокровищах ничего нету. В исследованиях. Какая-то замкнутость получается. А, что у них вот это вот за красное, интересно? Ага. Денег нету. Сделали, блин, гиперпрыжок. Ладно. Тогда что? Тогда, наверное, лететь надо на звездодром. Ну, оттуда, естественно, так. Пять солов осталось. А оттуда уже перелетаем в другую квартиру. На продажу у нас ничего нету. Да и не надо оно нам. Склады на месте 10 и 16. Значит, тут некоторое оружие занимает по 3-4 по 3-4 ячейки. Так получается. Ну, а здесь нам вообще недоступны, недосягаемые изобретения. Команду набирать нам тоже нет смысла, потому что элементарно нету места. Защита волна. Так-то, в принципе, все. Улучшение мостика, укрепление корпуса. Если мне эту игру разобраться, то она очень хорошая. Я вообще-таки игру люблю, и я думаю, что я буду в нее разбираться и буду в нее играть. Хотя у меня сейчас и без этого много проектов, но тем не менее можно уделить время. Так. Ценники, конечно, большие, но все, я думаю, это допустимо. Со временем как-то можно будет накопить. Это материалы у нас. Почему-то, главное, у нас нет материала. По нолям все. Хотя наверху, как я смотрю, все есть, все нормально. Так, обзор. Что у нас по обзору? Склад. Так, это у нас новый черчеж. Так, это у нас описание экипажа, описание командира. Ладно, наверное, я не знаю. Что тут еще можно сделать? Ничего. И мы улетаем. В галактику и прилетели куда-то. Бесполезно. Без запчастей не починить. А значит, придется потратить чипсы на экстраполяторы, а не на Вовку и фигурки. Кто-то, я смотрю, ты огорчилась. Явились, не запылились. Времени у вас в обрезе. Живей. Эй, фэй, может, если медленно отойти назад, получится смутаться отсюда незамеченными? Хм, это ваш корабль? Но его не назовешь. Можете порыться в моих запчастях и починить его? Бесплатно? Где подвох? Ты вообще кто? Раз уж вы решили мне помочь, то с меня причитается. Давайте за мной инструменты в той комнате. Мила, пойдем, фэй. Кэси, мы даже не знаем, кто это такой. И что ему понадобится? Да ладно, не парься. Подыграем ему, получим товар на халяву. На халяву. С учетом нашего везения, халява то же самое, что неприятности. Да уж, это точно. Ну, как ваш кораблик? Лучше не бывает. По крайней мере, давно не бывало. Запасной экстраполятор это просто спасение. Цены на них так скаканули, что хоть почку продавай. Раз так займемся делом, вам объяснили насчет развалин? Ээээ. Вот молодежь пошла, ничего не слушает. Ладно. Протрите глаза, откройте уши. Эти паучие развалины, следы древней социализации тысячелетней давности. Согласно легенде, среди развалин спрятаны сокровища, и мой наниматель хочет его получить. Сокровища? Я не ослышалась? Вот она и отправила меня, Харрисона Порда Лучшего охотника у семена, и отыскать его О каком сокровище идет речь? Предположительно об одном из трех затерянных кварков Говорят, что собравшему их в один Откроют сатаны вселенной Кварк значит Да-да, а трюмлення единорог Которого чистит радугой в оба конца Че они несут-то, а? Правда это или нет Но в развальных точно что-то есть И оно нам нужно Вот только местные и близко подойти не соглашаются Дрейфят, барбочат всякую чепуху Будто развалины обозлятся и уничтожат все кругом Если кто-то туда стунется Стариковские бредни Развалины что, обозлятся? Камни не могут злиться Вот и я о том же Ловушки там есть, куда без них Но где ловушки, там и сокровища Во-во, только больно Ты прыткая, сперва надо мимо сражи Развалины пробраться Я было маскировочное устройство Начал собирать Да только детали кончились Если вы разочистите то, что мне нужно Я доделываю маскировку для корабля И мы мигом проскользнем мимо сражей Будет сделано Ты говоришь кварк А для меня это одно и то же, что кряк Ну считай, ты меня заинтересовал, старик Ну что ж, в поисках несъеденного рулета Ну что же, ребята Давайте будем искать ему запчасти Интересно, где они вообще могут быть И как они выглядят Ух ты, мы получили новые навыки Новый фэй навык Для фэй, точнее Надо будет потом глянуть Ну а задание у нас Осмотреть ближайшие планеты И разыскать все недостающиеся детали Для маскировочного устройства Яснее некуда, да, задание? В принципе-то Так, здесь нам делать нечего Перелет Куда ж полетим? Нейтральная Тоже нейтральная Нейтральная Сложность 1 Давайте сюда попробуем, наверное Я думаю, здесь будет все просто и легко Спустя 1 сон То бишь, любой перелет занимает у нас 1 сон Дождь Добро пожаловать на планету Гекката Ну естественно, нам придется ее изучить Поехали Оставьте нас в покое Так, у них довольно хрупкий корпус Кстати, вот эти подсказки, которые они говорят Очень даже хорошо пригождаются О, а вот и новые Увеличивают уклонения Делай бочку Ну давайте посмотрим, что она дает Я делаю бочку Ух ты У нас уклонение Повысилось Причем всего и пушек Ну да Ну что ж, давайте шмальнем разочек Ну и как-то так получилось Так Авемарию сделаем Так, как мы их заряд будем лечить, а? Уж больно мало как-то Только одного могу сделать Все Хотелось бы побольше Так, мы одну пушку снесли Ее зарадует Уху-ху-ху Как плохо, ребята Одной пушки я сейчас лишусь Потому что 34 хп осталось у нее Да, и он ее, наверное, сейчас выбивает Снес, гад Ну мы ему тоже снесем И ему придется только сдаться 623 Интересно, если мы его выдольнем Через двух Два хода он бежит Да, я его не успею добить Черт, я иди Денег решился И его не подбил, да? Понятно Обидно, конечно Блин, если бы я знал Что они свой побег покупают Я бы, конечно, бы согласился Деньги никогда не бывают лишними И тут у нас приключение космокота Репликан слоняется по планете Пока не вернутся хозяева Он ищет, какой бы подарочек им принести Услышав чириканье Репликан забирается на дерево Чтобы взглянуть поближе Он видит пташку Примостившуюся на ветке Рядом находится гнездо Откуда, собственно, и раздается чириканье И что-то едва Заметно поблескивает Репликан там Репликан там уничтожает ташку Которая с любопытством взирает на кота Птичка начинает летать вокруг репликана И приводит его к мусорному баку Репликан роет землю возле бака И находит кое-что Это может принести подарок хозяева Дохлая мышь плюс один Ну, молодец Подарочек ты мне нашел, блин Я птицевод дичок Вызывает тебя на бой ботомотов Вперед, баклажоту Кэси оборачивается И видит вовсе не фея А луковицу в каменезоне И плотных перчатках В ответ на его призыв Появляется зеленая птица И садится на обличенную В перчатку руку Ах, ты хочешь драться Познакомься с моим новым Улучшенным чили-миллионом Так, что мы будем делать? Гнев дракона Чимилион выпускает мощную ударную волну В баклажота Баклажота в ответ налетает И бьет чили-миллиона крылом Нет, чимили-миллион Если не ход, надо дает птице воду Его выигрыш Зараза, 360 чипсов он у нас стырил Как стырил, выиграл Да, что ж такое Впереди пробка Но не могу понять Что там случилось Кейси нетерпеливо Притоптывает Ну же, ну же Аня решает Попытаться пробиться через пробку Потратив оборонное количество топлива Просто на то, чтобы торчать в пробке И время от времени Чуточку продвигаться вперед Через несколько часов Они все же пробираются из пробки Кейси уже вся дрожит от нетерпения А в фейсбак он читает книгу Наконец-то едем отсюда быстрее Да, потеряли топливо Минус 20 Обалденное просто Везет, фартит, как и тогда Что теперь? Наш радар засек Странный металлический ящик Болтающийся в космосе Мы хотим поднять его И посмотреть Что в нем Или как Хм, кажется Сканеры не могут Толком его просканировать А они берут на борт И готовятся открыть Но тот самый момент Как они открывают Содержимое ящика Воспоминяется и сгорает Повреждая и корабль Да Очевидно ящик Блокировал сигналы сканера Ух ты Минус соточка здоровья Да Неудачно у меня Получилось Изучение Этой планеты Нашли только Духлую мышь А потеряли и деньги И урон кораблю Не фарт конечно И задание уже Причем Так, че ты У меня всего Одна пушка Осталась И то она Стоит Нам надо Ребята изобретать Новое оружие Иначе мы так далеко Не уедем Где у нас На складе На складе у нас Черчеж Это назначено А это все Остальное Нужно делать Так Я забыл По-моему Здесь ее надо изобретать Сукубер Восстанавливает Здоровье Наиболее Повреженная Часа корабля На 150% И все У нас Первого уровня Нет Шандрах Ракета Папридром Уникальная Лазер Шрапнель Горохомет Бомбина Что Бомбина Ну давай Делай бомбину Блин Хотя Наверное Надо было Сделать Все таки Оружие Второго уровня Черт его знает Как оно Лучше Пропустим Денек Чтобы оружие Сделалось Так Оно уже готово Ну теперь Наверное Мы ее Устанавливаем И все Будет Окей Так А тем временем Можно в принципе Сделать еще Не знаю Шандрах Или фау Что лучше Блин лазер Так Иди сюда Лепи Пропустим Леек Чтобы Оно Сделалось Оно У нас Готово Оружие Можно в принципе Еще что-нибудь Изобрести Грахомет Экипаж У меня есть А так Можно делать Или нет Ой-ой-ой Я надеюсь Так можно делать В данный момент Я говорю о том Что я задал ему Как бы Три задания Три Чертежа Ему дал Нет ребята Это не получилось Надо делать Только по одному Чертежу А я Три набросал Я только Ресурсы Сплавил Да Пронубил я Конечно Этот момент Ну что ж Теперь я буду знать Что Делается Только одно Победу Так Ну что ж Давайте Выставим Восстанавливает Здоровье Наиболее Поврежденной части Корабля На 150% Тут Ничего Нету По лазерам Отвлекающий Непонятно Что это у них За Красное Такое Предназначение Спец По ракетам Этот у нас По крафту По лазерам Лазер Штрапнели Ну что ж Можно Наверное Так Здесь у нас Все равно Не хватает Денег Выполнять Задачу Вот это Маскровочное Устройство Сражники Ничего И не заметили Слишком Легко Все прошло Мы считай Вошли Страйвым шагом Хм Странно Гораздо Меньшило Уши чем Я думал Может нам Просто повезло Вы только Посмотрите Похоже На панели Управления Ты куда Руки суешь Не знаешь Не лезь Может это Ловушка Так ты ж Этим Вроде и Занимаешься Лезешь В неведомые Древние места Именно Этим Занимаюсь Я А не ты Несу руки Куда не Просят Эээ Хм Эта фреска Кажется Мне странно Знакомая Будто Я уже Видел ее Где-то Вот только Где Не могу Припомнить Серьезно Где Ребята Кажется В каких-то Плавучих Развалинах В соседней Галактике Может это Развалины Относящиеся К той же Цивилизации Ребята Что Тут Ээ Была Одна Симпатичная Кнопочка И я Как бы Сказать Ее Нажала Кэсси Я же Говорил Несу руки Куда попало Но Она была Такая Блестящая И красная Мм Это Что за Грохот Ого Развалины Содрогнулись Они Что-то Решили Совсем Развалиться Эти Ваши Развалины Нет Они оживают Что Теперь Я вспомнил В тех Других Разваливных Было Изображение Громадного Космического Корабля А на Тех Фресках Были Эти Разваливные Местные Снаружи Стражники На них Нападут Вы Двое Сваливайте Я Остану Здесь И попытаюсь Взять На себя Управление Или Разыскать Кварк Пока Эта Громадина Не Взорвалась Ты Серьезно Мы Понятия Не Не Как Как Устроен Крабль Если Здесь Этот Кварк Ты Забыла С кем Говоришь Я Харрисон Порт Я Умею Управлять Всем Что Летает И Доставлять Сокровища Хоть Содна Морского Осторожнее Дедуля Да Ребята Сразу Вам Скажу Первая Моя Попытка Справиться С этим Боссом Не Получилось Вот Я Перешел Ко Второй Попытке Давайте Попробуем Значит Там Так Да Из оружия Тоже Ничего Хорошего Нет Ерунда Какая То Что Я Думаю Надо Потихоньку Приступать Иди сюда Нечего Тебя Разгуливать Крафт Лазеров Два Так Денег У меня Не хватает Ни на что Кроме Новый навык Если только Изучить Учи А мы Тем временем Наверное Приступим Сражаться С боссом 40% Невероятность Вероятность Не выполнить Задание Они молодцы Просто Такие Дают Навыки Блин Ну что Ж Вот Наш Босс Два Орудия У нас Шандарах И Попридрон Мистер Порт Колорад Миниадерей Мы Тебя Сами По себе Блин Ядрен Ядрен Батон Смена Погоды Бурис Грэда Вот Идет Погодные Условия Блин На Нашего Порда Очень Сильно Влияет То У него Ноги То У него Хандрос То Еще Пока Ничего Не Могу Тут У него Пока Маленькая Пушечка Так Ничего Страшного Не Будет Смело Берем И Атакую Так Все детали Моего Корабля Под Прицелом Берегись Нормально Так Чендар Отличивается Гаденыш Вот Эта Пушка Отхиливает Надо Ее Сносить Блин Да Как же Как же Ничтожно Мало Заряда Хватает Только На Одно Либо Либо Так 100 150 Даже Ни На Что Не Хватает Он Опять Сейчас Отхилиться По 75 А Ее Сносить Надо По Любому Да Что Ж Так Это Ледяное Протокол Не Что Так У него Получили Иммунитет 52 78 54 82 Конечно Лучше Этой Банки Ракетницы 82 41 Сквозняк Там Нет Воздушных Потоков И Он Снова Отрубился Это Порт Он Задолбал Уже Он Должен Был Что За Батва Он Должен Был Блин Мне Помочь Заглушить Этот Корабль Он Занимается Херней Это У него Ноги Это У него Я Говорил Радикули То Еще Че Нибудь Все Никак Он Не Может Вы Не Придется Самому Драться С Твой Так Хорошо Промазал Не успел Отхилиться Замечательно Двойным Залпом Надеюсь Добьем Прикроем Пушку И Давайте Замечательно Снесли Так Опять Ветряным Паром Он Бьет нас Блин У меня Скоро Пушка Лопнет Так Делаем Бочку На Оборот И Продолжаем Его Бить 76 82 Вообще Ничтожные Удары Если Честно Так Так Это В общем В общем Говоря По 150 Трон Наношу Это Никуда Не годится Это Еще Раз Три У него Как Минимум Надо Сверхать Песок Что Там Происходит Прием Если Снимите Штаны Чтобы Вытряхнуть Песок Я За себя Не Ручаюсь Они Даже У меня В Галифе Порт Ты Насранец Лучше Я тебе Могу Сказать 526 Это Хорошо У него Нет Оружие Так У меня Супок Еще Залпик 54 Так Это 110 Земляной Такого Ну что Осталось 171 Надеюсь Грохнут Нет Ну Тем не менее 48 Сейчас Мы Его Добиваем Замечательно И Вот Он Фаза 2 Кажется Мы Сделали Что 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 Правильное Погода Больше Не Меня Да Уж Правильно Мы Сделали Конечно Стоп Отставить Обстрел Корабля Ну Естественно Поздно Делаем Бочку Так Атакуем Вот Хорошо Сейчас Прошло Прикроем Себе Вот Это Оружие Кто-то Уже Не Спасит Однозначно Да Да Понял Я Держусь Держусь Один Слово Порт Меня Подставил Должен Был Обезвредить Там Что-то Сделать Так Ничего Не Сделал Блин А мне Надо У меня 410 ХП Корпуса Одна Пушка У которой 107 ХП Чего Хочешь То и Делай Против Этой Армады Блин Я Другого Убра Не Убра Только Супер Да Попускаем Ход Песчаный Щит В защиту Встал Блин Так Ну слава Бог Помахнулся Давайте Еще Супер Удар Сделаем Неплохо Жжем Пока Все Детали Моего Корабля Потенциал Так Нет Неплохо Не понизил Промахивается Это Очень хорошо Ребята Так Что-то Прям Фортит Мне Как-то Блин Вторая Пушка Сейчас Тоже Будет Встро Я Вообще Был Был Без Оружие Ну Плевать Лишь Без Мучитель Благодар Так Я Что-то Не Пол Я Думал Он Сейчас Уже Взорвется 273 Ребята Еще Один Супер Удар Удачный И ему Крышка Ну-ка Прокатит Есть Есть Ребята Мы его Вольнули Блин Да В первый раз Когда я его проходил Мне было Так Все просто Так 8500 Бабла Потеряно Орудие Собрано Детали Ну что же Это очень хорошо Ребята Мы прошли Прошли Этот уровень Выполнить Задачу Ну мы же Нашли Кварк Мистер Порт Вы целы? Еще как Смотрите Что я нашел О Потрясающе Что это Кварк? Я Разжил Себ Карты Этого Корабля Но Черта Подробности Я нашел Сокровище Вскрыл И вытащил Кварк Поверить Не могу Что вы Его нашли А что С кораблем Его удалось Полностью Отключить Стоит Найти Кварк И вот Со мной Ужена Вы Да Я почти Разобрался С этой Посудиной Да Если он Живет Типа Я с ним Разберусь Кстати Я так понимаю Вас ко мне Не мой Наниматель Прислал Эээ И почему Я не удивился И извиняете Да ничего Уже Вы мне Помогли И между Это я Нажала Я сам С ними Разберусь Летите Девчата Удачи Дедуля Интересно Что Интересного Очень уж Многим Ты интересуешься Как ты думаешь Он про Джиджи Говорил Про Джиджи Не может быть Не увлекайся Фэй Хм Может ты и права Фух Ребятушки Делаем Делаем Ноги Наверное Отсюда Да Хотя У нас У нас Еще Одиннадцать Дней В запасе Даже Я не знаю Так Восемь тысяч У нас Что Можно Сделать А Как вы думаете Очень Так Увеличивает число Чипсов Получаем В ходе Исследований На 15 Процентов Может быть Это сделать А Деньги Никогда Не было Отличными Так Ведь Ну Иди Мой Красовец Красовец Красавец По крафту Спец Побой Вот Сиди Здесь Изобретай Что Труд Подняла Так А мне В этот Мамер Нужно Что Мне Нужна Пушка У меня Нет Пушки Неукротимый Клептомат Царь Мидес Третьего Уровня Неплохо Вот так Будешь Будешь Стоять Блин Этот Еще Там Тоже Никак Не выучит Свой Навык Ну Что Ж Будем Делать Полетим Куда Нибудь Или Будем Делать Перелет Наверное Полетим Отсюда Да Ребята Здесь Делать Уже Нечего И Куда Нас Занесет На этот Раз Нелегкая Новый Прыжок Новое место Интересно Куда Нас Занесло На Сир Раз Похоже В этой Галактике Занимаются Сельским Хозяйством Запаш Запашок Еще Тот Слышишь Ты Убирайся Отсюда И чтоб Я тебя Не видел Бескачественных Товаров Кажется Кажется Мы Вляпались В семейный Скандал Ты Опозорила Всю Семью Яй А дедушка Так на тебя Полагался Ты его Подвела Ну Ну Выслушайте Меня Нет Схлипывает Ты В порядке Да Что Они Да Большое Спасибо Не Беспокойтесь Я Сама Разберусь Э А что Это Такое Какая Прелесть Это Слезы Хамелеона Шеф Повара Добавляет Их В Блюда Чтобы Сделать Их Ярче Вкуснее Очень Дефицит Довар Слезы Хамелеона Их Ведь С особой Жестокостью Добывают Из Тех Милых Пушистиков Нет Нет Что Содержания Выделяет Эти Цветные Кристаллы Через Слезные Железы Чтобы Избавиться От Избыточных Питательных Веществ Наш Метод Слезодобычи Исключительно Гуманный Не Волнуйтесь Кстати Я Фэй А Это Ма Сестра Кэсси Так Что За Скандал Мы Наблюдали А Мисс Пашот Меня Зовут Пашот Яй Яй Это Ее Фамилия Я Догадалась Так Насчет Скандала Моя Семья Ведущий Производитель Радужных Слез В трех Галактиках Так Было До Недавнего Времени А потом На радужные Деревья Пастбище Хамелеонов По всей Фирме Накатили Какие-то Вредители Наши Хамелеоны Страдают И отказываются От еды Их Слезы Стали Гораздо Меньше И Бледнее А ведь Были Размером С ладонь Я Не знаю Что делать Они Слабеют День Ото Дня Я Не Могу Торговать Ими Слезами Чтобы Набрать Денег И Помочь Им И Я Не Оправдала Надежды Дедушке Слепывает Не Бойся Мы Тебе Поможем Фэй У нас Супер Пупер Ученый Мы Что Нибудь Придумаем В Следующий Раз Проси Меня Прежде Чем Предлагать Мою Помощь Но Что Есть То Есть Мы Постараемся Что Нибудь Сделать Можешь На Нас Рассчитывать Правда Клуби Милостивый Спасибо 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 Для Начала Предлагаю Взять Образцы Руды По всей Галактике И Попытаться Определить Что Завредитель Устроил Весь Этот Бардак Ясно Тогда Я Возвращаюсь На Ферму Вот Вам Ее Координаты Как Закончите Прилетайте Встретимся На Выпуски Ну А на этом Всем Пока До скорых Встреч